Сегодня все пришли, все подготовились. Я не видел ни одного пайпа. Так будьте добры, выделись одного человека. Зачем его было выпускать? Все девочки уже плакали. Так я спрашиваю, где та подача? Я, дорогие друзья, плачу. Блок, блок, сетка. Ну, ребят, о чем мы говорим? Дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Сегодня у нас очередной обзор последних полуфинальных игр. И как вы, дорогие друзья, видите, у нас сегодня присутствует игрок команды «Баби Хох» Андрей Марголь. Итак, Максим, озвучь темы сегодняшних бесед. Ну что ж, подведем итоги полуфинальных матчей. Разберем игру команды «Баби Хох» против команды «Брест-Вострой». И поговорим о противостоянии Кобрина и Барановича. Я думаю, начнем с последних. Полесье, Кобрин, авиазавод, Барановичи. На первой игре, будем откровенно говорить, отсутствовали у команды Олесия лидеры. В частности, Хорошун и связующий Олесей Шкалинский. Это, в принципе, деморализовало команду, потому что отсутствовал прием как таковой, который в том числе обеспечивал как раз-то Хорошун. И Валентин не справлялся с пасом. Ну, тут бытует мнение такие, что если бы вышли Ивацевичи, они бы сыграли лучше, они бы смогли. Опять же, здесь не стоит забывать того, что у команды отсутствуют лидеры. Лидеры, которые, скажем так, делали всю игру. Даже во втором матче тот же Алексей Шкалинский был с травмой, играл с болью в спине. Ну, он и сегодня играл с болью в спине. Тем не менее, боролся, боролся. Ребята боролись. Мне очень понравилась третья партия. Я все-таки думал, что ребята возрадятся и все-таки наладят игру. Андрей, скажи свое мнение. Ты же там на диване смотрел эти игры. Нет, я смотрел первую игру дома. Был очень сильно разочарован, потому что не было Саши Хорошуна, который, я знаю, может обыгрывать один. Не было пасующего. Мое мнение, что если бы были Ивацевичи, была бы очень сильная игра. Но полуфинал, как говорится, не удался. Я здесь с тобой, опять же, не могу согласиться, потому что, опять же, убери у Ивацевича Чироту, это та же беззубая команда получит. Да нет. Во-первых, достаточно приличным уровнем играет Демьянчик. Другое дело, что в этом сезоне у них проблема, опять же, как и у всех большинства команд связующих. Опять же, на каком приличном уровне играет Демьянчик? Демьянчик играет тогда, когда играет команда. Почему его много раз меняли на центрального? Если связка поднимает первый темп центральный блокирующий и связующий выдает не вынужденную подачу пас 2-4, а туда, где он посмотрел, нет блока, и он выбрасывает, Демьянчик хорошо сыграет. Когда нужно было сыграть Демьянчику, поддержать Чироту в каких-то атакующих действиях, этого не произошло, и в итоге Ивацевичи играют только за 5-6 место. Мы не будем говорить о том, что могло бы быть, мы говорим о том, что на сегодняшний день есть. И я хочу сказать, игра, например, Полесье и Ивацевичи мне понравилась изначально тем, что я после первого поражения Ивацевича как-то так даже не воспринял команду Полесье. Расслабились ребята из Ивацевичи, сейчас соберутся и все вернут. Но когда уже ко второй игре я разговаривал с игроками, было видно, что команда Полесье, знакомая волейбольному клубу Ивацевичи, команда неудобная, непонятная, скажем так. Как говорится, они вытянули свой шанс, и они... Счастливый билет. Да, счастливый билет, и они и вышли. Полесье из города Кобрин. Отсутствие лидеров – причина поражения команды. Но опять же, Кобрин первый дебютант турнира, раз. И они с первого захода попали в топ-4 команды лиги. Барановичи великолепно подготовились. Я смотрел, во-первых, наиграют комбинации. Уже начали, да, наиграют. Игра креста, хорошая. Алексей Науменко в центре сетки выпрыгивает, поднимает блок на себя, а сзази Роман Василевский просто... Но это, опять же, наигрыванные комбинации. Это, скажем так, Барановичские вот эти вот штучки. Единственное, что там со связкой немножко как бы не основной. Но тем не менее, они эту игру... Нет, так они уже нащупали игру хорошую. Даже по сегодняшней игре очень тоже прилично. Он у них пасует, да. Но, скажем так, был бы следующий, который у них был в прошлом сезоне, все равно была бы это немножко другая игра. Но опять же, что есть, то есть. Мы опять же предполагаем. Все есть, да. Из плюсов у команды Барановича хочу отметить игру Сергея Казанцева. Он начинал на лавочке, да, в том сезоне, в Малорите, он тоже там сидел, там на лавочке держался. А тут он уже вышел и на деле показывает то, что... А почему он вышел? Он сегодня подходил к нам, сказал, кто пример послужил, чтобы ему выйти. Мои видео, тик-токи. И он посмотрел, что я в 40 лет еще что-то там могу и сказал, я тоже могу. Ребята, я даю вам инсайд, что в следующем сезоне Сергей Казанцев хоть раз, но он появится на передней линии. Вот для сетки. Вот вы посмотрите. Подведем итог по игре. Из-за того, что у команды Кобрина не все смогли приехать, играть, там по разным причинам травмы, работа и так далее, так у нас чемпионат любительский, да, они не смогли дать бой команде Барановича. Поэтому поздравляем команду авиационного завода с выходом в финал. Автономия. Это новые автомобили, гарантийное обслуживание, собственные сервисные центры, продажа автотоваров и запчастей. Наш сайт автономия.бел. Автономия. Гарант движения. Ну что ж, переходим ко второй паре. Бэби Хох, Брест, вот строй. Это когда ожидания больше, чем что-то случилось? Как минимум все ждали борьбу. Но борьба, к сожалению, не получилась, скажем так, на том уровне, на котором она должна была быть. А из того, что у нас было, ну, как говорится, как смогли. Первое, что не дало показать всю игру команды Брест во строй, это отсутствие должного приема. Если мы говорим по первому матчу, отсутствие того самого Эдуарда Богатко, который может быть в своем топе, когда он забивает, когда он принимает, вот этого, скажем так, не хватило. Нет, я с тобой не соглашусь. Сегодня Эдуард Богатко был, приехал заранее, морально настроен, физически готов. Начинал настраиваться уже с интернета, мне уже выписывал, что сегодня будет очень жарко. Я ему сказал, что жарко было вчера. На первой игре жарко. А на второй игре будет холодно. Замерзнешь. Да, замерзнешь. И я хочу сказать, вот по началу сезона, когда Эдика увидел в игре, мне показалось, ну, действительно, подготовился хорошо. Пока команды были немножечко послабее, подачка попроще, Эдик принимал. Я даже радовался, что действительно, может, поработал над приемом. Высота великолепная, мяч сбивает на максимальной высоте. Но меняется соперник. Чуть-чуть посложнее подачка. Ему даже оставляли метр от линии, полтора. По полметра с каждой стороны. И туда попадали в него. Абсолютно верно. И я говорил, что именно в него нацелена подача. И что, Эдик? Поплыл. Вот он выбирал неудачную позицию. Ему уже говорили, ты либо встань дальше, либо ближе. Сверху, либо снизу. Да. Когда заменили его на Павловича, Игорь сразу сделал несколько шагов назад от той позиции, где стоял богатка. Почему? Да потому что элементарно вперед легче двигаться, чем назад. Это раз. Второе. Он атаковал на блоке и всегда шел через центрального. Почему? Рядом стоял более низкий блокирующий по линии Дмитрий Кондратинь. И он его игнорировал. Потому что это любимое направление игрока. Если он любит бить по высоте, в стык, в 6, в 5, он будет туда бить. Он не может в линию попасть. Ему неудобно уже. И он ледит через первого темпа. Сегодня его во второй игре просто заблокировали, съели. Просто съели, разобрали. Разобрали. И я сразу дал установку. Подаем в одного, закрываем линию, страхуем. У Эдика есть один момент. И он очень важный. Когда Эдик хорошо забивает, он хорошо принимает. Но если Эдик не принимает его, убиваясь с приема, и атака у него примерно такая же. А вот здесь вторая причина поражения команды Брест-Вудстрой. И это связующий. Если связка знает, что после сбитого приема твой нападающий доигровщик не может, у тебя еще остается диагональ и попытка играть пайпом. В первой партии второй игры я не видел ни одного пайпа. А для чего играть пайп, когда у тебя забивают центральный на одном блоке? Мы говорим о плохом приеме, когда богатка не справляется с приемом, и ты грузишь его передачей. В первой игре не было богатка. Хорошо, про первую игру. Мы начали. Не было богатка. У вас вышел состав. Приличный состав. Первая партия борьба была. Переломили Бабико. Вторая партия уже была полегче. Приехал богатка. Зачем его было выпускать? Без разминки. С дороги. Он вышел, сразу в него эйс и накат в сетку. Все, игры нет. Всю игру он, наверное, один раз только забил. Сегодня он мне говорил, я приеду пораньше, подготовлюсь. Он приехал, подготовился. На разминке тут, наверное, пол ломал. Я не знаю, тут все девочки уже плакали. Наоборот, они были очень часто. И смеялись, да. Для девочек нападал. Опять же, Андрей, здесь момент такой, понимаешь? На мой взгляд, именно связующий должен дать почувствовать своей передачи доигровщику забить. У Эдика была та передача, с которой он должен забивать. Если он по линии нападает и попадает вот столько вот в аут, ну, извини меня, тут уже не передача. Тут уже исполнительское мастерство. И там где-то ему просто-напросто не повезло. Тогда о какой подготовке мы говорим? Значит, надо было искать другого доигровщика. Мое мнение было, надо было сегодня его поменять во второй партии. Возможно, даже на полпартии дать. Посидеть, посмотреть со стороны. Чтобы пена вот эта, которая набежавшая эмоцией, сошла на нет. И после этого с холодной головой, опять же, хороший удар, сильный, мощный. Но я уже не раз повторял, дорогие друзья, не даю два очка за сильный удар. Скинь, накати. Немного я скажу. Сыграй тактический грамотно. Смотри, команда эти вот моменты. Была в команде договоренность о том, что условно их там подача там в Ову Кравченко, либо в Колю Хвиско, да, там тактический планер направляем. И Алексей Терешко может рисковать силовую, как положено. Окей. Надеялись на Эдика, что он за счет своей мощи и съема, да. Таких людей называют ломавир. Надблоком. Ломать блок. Надблоком будут снимать, и он может много забить. Опять же, я вспоминаю ту игру прошлого Силона, когда играли против Баби Хок. Там, где он один, можно сказать, сопротивлялся. Зарадванищик. Да, да, да. Но тогда надо было, может быть, им устроить атаку. Чуть-чуть по-другому искать края блоком. А теперь я договорю дальше. Но тут в него подали подачу, и он не принял. И все, что у нас было, это выбитый прием, либо это был эйс, да, и тут уже начались сложности. Андрей. Ты ему даешь высокую передачу. Я что-то не понимаю, а на каком приеме доигрывает доигровщик? На плохом. На плохом. Так для этого и доигровщик есть, по-моему. Поэтому мы продолжаем. И когда ему была передача высокая, от того, что он расстраивался, что где-то у него на прямой не получается, он хочет посильнее забить, чтобы исправиться. И ломился где-то под себя, где-то искал там край блокирующего. А находил он что? Руки центрального. Руки центрального, да. Вот и все. Нет, так если хочешь, ищи руки центрального. Ну, посмотри, как грамотно Терешка. Сколько раз по рукам Марцу ты отыгрался? Он не бил под себя, он бил по задней линии. Я даже говорил защитникам стоять даже в ауте, когда Миша бьет, Терешки бьет. По пальцам, по рукам. Миша точно так же поступал. Если он бил под себя, Миша, мы его где-то закрыли. Да. Опять же, закончим по поводу Эдика, да. И там было понимание, что его где-то нужно поменять. И тут просто внутри команды немножко, скажем так, не разобрались в некотором моменте. Потому что, когда мы выпустили Игоря Павловича на прием, с целью того, чтобы он и пришел первую линию, чтобы Эдик отдохнул. Третья партия, да? Во второй партии его выпустили и сразу заменили. Да. Но он прошел буквально одну расстановку. Да. Вот тут было недопонимание, потому что в тот момент, как я понял, мы его выпускали для того, чтобы он прошел линию, чтобы почувствовал, чтобы Эдик отдохнул. Ну, а кто у вас принимает такое решение? У нас есть капитан? Да. У нас есть капитан для этого. Ну, опять же, это возвращаемся к тому, что должен кто-то стоять рядышком и руководить, если он не может. Не игрок на площадке, а кто-то должен со стороны видеть. Потому что площадка очень тяжелая смотришь. Абсолютно. Должен быть колоссальный опыт, играющий тренер. Это единицы и в мировом волейболе в том числе. Если мы говорим о команде, которая собралась в первый сезон, да, такой человек должен быть однозначно. Если мы говорим про команду Баби Хох, там возьми любого. А при чем здесь первый, второй сезон? Вы собрались, вы пришли командой. Мы говорим, не собрались не просто Иванов, Петров, Сидоров. Собралась команда. Так будьте добры, выделись одного человека и подчиняться его требованиям. Капитан вы его назвали, на площадке он у вас руководит, либо за пределами площадки. Мы подошли к теме Михаила Ищука, капитана команды Брест-Водстрой. В прошлом сезону Миша был один, это лидер нападающий, да. Ваше мнение, почему в этом сезоне он не такой, как в прошлом? Ну давай к Андрею этот вопрос адресуй. Я сразу сказал, что Миша, прошлый год и этот год, разные люди. Я не знаю, в том году он за игру по 30 очков приносил. В этом году, ну может 10, я не считал. Ну 15 там было. В этом году ему пасуют, ну как бы мне кажется, ну более-менее нормально. Может быть. Но он скидывает, он накатывает, он за отделением вообще не бьет уже, накаты мало забивает. Или это хорошо уже начали команды другие уже читать. Но, как по мне кажется, Миша начал играть немножко хуже. Ну я думаю, опять же, это связано с тем, что... Спасующим? Может быть, спасующим, да. То, что где-то я ему даю не ту передачу, которая должна быть. Андрей, связующий должен с диагональным быть сыгран? Это обязательно. То есть, должно быть взаимопонимание, где, куда прилетает мяч. Диагональный это такой же пожарный игрок, который должен любые мячи выбить. Аварийные, да. Аварийные ему давать, он должен их бить. Не катить, если ему неудобно, раскинуть. Ну когда постоянно он катит, катит, скидывает. Раз, два, три, и привыкает команда. И уже мы даже сегодня сказали, Миша задняя линия без блока. Все. И он сегодня без блока, может, они разыбил. Вот тут еще важный момент. Аналитика команды соперника в процессе игры. Вот этим, наверное, Баби Хох и отличается от всех других команд. Но я еще хочу сказать, именно команда Барановича тоже так. Когда Сергей Казанцев, особенно на скамейке запасных, руководил. Там хорошо видно игру. И вот здесь я обращаю последнее время внимания, он когда на площадке, он меньше вмешивается в этот игровой процесс. Другое видение. Ну, ребят, о чем мы говорим. Дима Кондратене, он в прошлом сезоне играл, да? Мы пока не говорим о Димитрии Кондратене. Мы говорим о причинах поражения команды «Бред. Вот строй». Причина одна из них – неуверенная игра, связки и диагонального. Почему в том году 30-ку, в этом году 10-ку? В прошлом году команда облсполкома раз в неделю стабильно тренировалась. А, так вы бросили тренировки? За весь сезон потренировались только вместе. Один раз. Я, дорогие друзья, плачу. Я плачу. Покажи свои слезы. Дима Кондратене, какие он мячи тащит? Что в первой игре, что во второй игре? Да, я обратил внимание, Дима Кондратене тащит, ведь он 20 лет в Западном Буге. А Максим Козак не играл и не тащит. Почему мяч падает буквально под носом в двух метрах? Потому что Максим Козак не играл в Западном Буге, поэтому он и не тащит. А может, Максим не играл в Западном Буге, потому что не тащил? Потому что Максим один раз упал за мячом, и связочка что? Показала, что он достал мяч. А мяч был метр или другие. Потому что один раз упал. Ну, Андрей, попрошу, не метр, полметра. Не, Максим, я тебе хочу сказать, ты сегодня был великолепен. Один раз на сетке, ребята разошлись. Разошлась вся шестая зона, и ты туда мощно пробил. Второй раз точно так же с приемом. Ребята подает, ребята, я смотрю, как будто отлив пошел. Разошлись, эйс. Ой, разошлись там они. В том году лучше подающий был. Столько эйсов приносил за игру. Да, кстати, что случилось с подачей? Когда у тебя, скажем так, блокирующие, такого уровня, как Алексей Терешко, Олег Аргуэлист, Миша Ищук, да? И когда ты выходишь на подачу, тебе уже нет такой нужды на этой подаче рисковать. Тебе нужно проще подать тактический планер по установке. И там уже ребята работают на блоке. Но ты играл с этими подачами против Ивацевич, против Бабихох и других команд. Да. И выигрывал эйсы. Так я спрашиваю, где та подача? Я говорю, в этом сезоне я подаю планер. В основном это... Ну, вначале ты начал подавать в прыжке, я подавал. Первые игры я смотрел. Да, подавал. Две первые в прыжке, а потом силы кончались? Нет. Он видел, что не получается, переходил на планер. Потом опять новая игра, опять в прыжке, не получается на планер. И сейчас уже ты пришел, что ты уже в планер. Да, сейчас так. Что будет дальше, увидим в следующем сезоне. Андрей, твое мнение, скажем так, по игре, твои ощущения по первому матчу, по второму полуфинальному. Я готовился, начиная с тиктоков, интернет, я полностью там. На тренировки не ходил. На тренировки ходил, к западному Бугу сходил один раз. Ждал сильной игры, она была игра эта. Вчера я сказал сразу, зря вы выпустили Эдика с дороги неподготовленного. Не пошла игра у него сразу. Надо было даже ему не ехать на эту игру. Сегодня все пришли, все подготовились. Первая партия, это была борьба. Это была просто... Мы уже ходили, все нервничали. Сделали ротацию, поставили состав. Проигрывали 24 очка в концовке. Вышли на подачу, начали подачу подавать в Эдика. Приема нет. В концовке более-менее был прием, то есть там можно было пасовать. Ты пасовал. Первой партии, да. Ты пасовал. Стал Миша блок, блок, сетка, терешка блок, 22-22. Нет, подожди, там Миша не забил 3, а тереха снялся. Возможно. Да, да, да. Еще стал 23-22. Ну, я тебе хочу сказать, Максим, ты обижайся, не обижайся, но ты прямолинейно пасуешь. А во-вторых, ты не маскируешь пас. Эдик, у нас, ну нет у нас пасующих, понимаешь, их 5 всего там. На все любые команды сколько. Забыли связующего Цора Дамира Арсентьева. Кстати, молодой, перспективный, мне очень нравится, как он играет на самом деле. Сейчас вот подачку начал заряжать, силовую. Молодец, и я думаю, что дай бог, и с него будет. С него толк будет, я даже не сомневаюсь в этом, потому что я уже вижу, он, во-первых, маскирует удар, а во-вторых, он выводит и ведет главную игру. Самое главное, у него есть школа, школа, в которой он проходит игры, тренировки. Послушай, послушай, ты мне хочешь сказать, что ты где-то прогуливал школу? Итак, игру мы обсудили, все в принципе понятно. Подведем итог. Матчи у нас состоялись, победители Бэби Хофф и команда авиационно-ремонтового завода. Поздравляем команды. У нас были сегодня Андрей Марголь, Эдуард Карпович и я, Максим Казак. Смотрите наши выпуски и получайте свою порцию драйва. Увидимся на финальных играх. Субтитры сделал DimaTorzok